«Я всегда рисую», – так нам сказала Надежда Ваучейская. За её плечами иллюстрация книг не только авторов из Ненецкого округа, но и европейских писателей. В 1991 году художницу пригласили в Польшу. Я когда приехала в Польшу, первое, что мне предложили, чтобы пока я ещё не освоилась, работать в интераллигаторской мастерской, иллюстрировать польских классиков. Затем Надежда переехала в Средиземноморское побережье, где вдохновлялась и рисовала готическую архитектуру и пейзажи. Потому что я ещё из Доринмара высылала туда свои пастели, а так как пастели – это бумага, а, по-моему, это там лёгкая в папке. И там оформили, сделали аж три выставки во Франции мои. И по приглашению на открытие выставки автора меня уже из Польши туда пригласили. Как призналась Надежда Ваучейская, без знания языка было достаточно сложно. После Франции художница вернулась в Польшу. Я вернулась обратно в Польшу. И сразу же на этом фоне из пастелей, то есть пастельная работа, зарисовки все свои, принесла большой выставочный зал. Мне сделали выставку грандиозную. И приняли в Союз художников Польши. По словам Надежды Ваучейской, она выбрала иллюстрацию историй по той причине, что не все могут повесить у себя дома картины. А так её шедевры находятся на полках, и любой желающий сможет организовать у себя небольшую галерею её работ. Но чтобы отразить сюжет в рисунках, нужно приложить немалые усилия. Книжная графика – это, вы знаете, это ведь надо настроение писателя прочитать. Потом надо достоверно всё это нарисовать. И с этим Надежда справляется на отлично. Она получает не только похвалу от читателей, но и от людей, по которым писались некоторые истории. Одна из главных героинь книги прошла война через Калюш. Когда увидела работу художницы, была приятно удивлена. Они приехали, чтобы посмотреть в Союзе художников в Санкт-Петербурге эти работы. И их похвала была в том, что говорят, ты как будто посмотрела нашу жизнь. То есть откуда ты знаешь, что она как у нас была дома? То есть никто не подсказывал, а я почему-то нарисовала так. Единственное было замечание, что не было у меня никогда этой белой панамки. И второе, у нас не так стоял забор. Он был поперёк, а не вдоль. Надежда Ваучейская рисует пастелью. И как ей сказали в Союзе художников Санкт-Петербурга, они не видели больше иллюстраторов, которые используют этот материал для своих работ. Пастель не любит ошибок. Бывает, что среди ночи бывает, вскакиваю, ах, я сделаю не так, а пастель сойти, очень трудно. По одному и тому же месту два раза провести нельзя. То есть надо наверняка всё рисовать. Пастелью Надежда передаёт эмоции и чувства персонажа. Как говорит художница, когда она рисует, то пытается мысленно оказаться в той атмосфере. И если, например, у неё есть референсы, фотографии, которые были сделаны ей или её близкими, акцент она делает на том, что испытывала в тот момент. Именно поэтому её работы так точны и ценны. Я люблю творчество Надежды Алексеевны Ваучейской. Особенно мне близки её работы в качестве художника-иллюстратора. Её умение подметить точные художественные образы, раскрыть их, передать основные темы литературного произведения. Я считаю, что это уникальный талант нашей северной художницы, которая, безусловно, вносит огромный вклад в культуру всего региона в целом. Надежда Ваучейская вернулась на Ринмар в 2000 году. И именно с этого момента выставочный центр Дворца культуры почти каждый год открывает выставки с её работами. В этот раз картины художницы можно будет посмотреть до 30 апреля. На открытии побывали и высокие гости. Меня действительно до глубины души трогают те пейзажи, те люди, которые изображены на этих полотнах. Поэтому низкий вам поклон, огромное вам спасибо за ваше творчество. Дай Бог вам ещё успехов по жизни и здоровью, чтобы у вас ещё многие-многие лета всё получалось, и вы творили для жителей Нениско-автономного округа. Вдохновившись работами Надежды Ваучейской, член Комитета Совета Федерации Денис Гусев выступил со своим предложением. В Совете Федерации давайте мы во вторую половину года спланируем с вами ваше произведение, вашу выставку сделаем в Совете Федерации. У нас есть такая возможность. Работы Надежды Ваучейской уже давно стали достоянием не только нашей страны. Её полотна можно найти в музеях и частных собраниях Польши, Австрии, Германии, Чехии, Норвегии, Швеции, Франции, Англии, Испании, Швейцарии и даже в таких далёких странах, как США и Южная Корея.